Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наш цикл под общим названием «Латвия – это мы». Сегодня мы решили прервать наши дискуссии по междунациональным вопросам и обратимся к основам основ. Помогает ли опыт предыдущего строя сегодня нам жить? Я Эдуард Шнепст, Союз избирателей Латвии и мой постоянный оппонент Владимир Соколов, Русская община Латвии. Действительно, 30 лет мы уже, если так можно выразиться, строим капитализм. Но помним нашу жизнь предыдущую. Мы с вами, господин Соколов, как в прошлый раз выяснили, не философы, не ученые, даже не политологи, просто активные люди, которые в то время жили, приложили свои силы к строительству к коммунизму, так называемому, и с высоты своего, может быть, опыта через сито своего взгляда на жизнь могли бы оценить, а что это было? И как это поможет ли нам жить и будущее? Я предлагаю вам высказать свое мнение по этому поводу. Дело в том, что предыдущий опыт, конечно, люди, которые пережили его, они по-разному относятся к прошлому. Но дело в том, что никто не отрицает до одного момента, что во многом этот опыт был для многих тоже и положительный, и отрицательный. И здесь на сегодняшний день сложилась такая история, что его полностью отвергают, полностью практически. И здесь те вещи, которые связаны, действительно ужасные и прочие, которые были в 20-х, 30-х, революция, потом 37-й, 17-й, перекладывают практически на саму идею и на сам тот опыт попытки построения более справедливого общества. То, что оказалось удачным во многом, да, но попытка была. И все равно, в любом случае, я считаю, что тот опыт, который здесь при построении социализма или коммунизма, как многие говорят, он достаточно здорово переформатировался сам капитализм. И вот после того, 30 лет назад, когда ровнул Советский Союз, это есть многие исследования, что и капитализм изменился. Он на сегодняшний день совсем не тот, который был тогда, как мы уже говорили. Единственная заслуга, я вас у многих спрашиваю, то есть здесь, единственная заслуга того времени, где да, не было практически возможности расти верно. Ну, как говорится, здесь у многих, как говорится, в плане, да, то здесь была очень большая подушка для безопасности. Я имею в виду, что все имели хоть какую-то работу, оплачиваем минимально, да, все имели возможность, детские, бывали, немногие, которые вот уже заработают столько денег, как бы я сравниваюсь с тем, что на сегодняшний день любой успешный человек, он как та йока, на которой игрушки, это дети, семья, старики, и он практически во многом их поддерживает, понимаете? И если оно падет, вместе с ним падают все. То есть здесь вот у нас на сегодняшний день, в отличие, кстати, от этой социал-демократии, которая сложилась в Скандинавии, там все же у них вот этот опыт есть, у них есть нижняя подушка, когда люди не падают на землю, они остаются на какой-то вот поверхности, понимаете, в чем дело? И это, конечно, важно. Нам нужно выставить минимальную социальную подушку, чтобы человек не боялся, что он останется на улице, он останется без ска хлеба, без минимального здравоохранения, и его дети будут тоже в каком-то, ну, обеспеченном положении, минимальном. Вот это чем выше мы будем поднимать вот эту минимальную подушку, тем увереннее и в общем мы будем чувствовать в обществе, и тем, как ни странно, легче тем людям, которые будут здесь наверх, потому что они не могут рисковать, и тогда они не будут, ну, как бы, здесь думать не только о себе лично, но и о тех людях, которых это не зависит. Хотя ты всегда думаешь о тех, кто рядом. спасибо, вы очень доходчиво озвучили преобладающее в обществе мнение о том, что было, и о том, как это влияет на сегодняшнюю жизнь. Но я предлагаю взглянуть в корень, в основу. как я говорил, мы не ученые, попробую сомолировать все просто. Лозунг коммунизма от каждого по способности, каждому по правильности. Мы в него верили и долго думали, что это когда-нибудь и случится, что значит обработка мозгов. А вы представьте себе совершенно кресло нормального человека, ну и фанатика ученого, который жизнь свою тратит, изучая молекулы, и он в этом живет. Обычного человека, который будет работать, выкладывая все свои способности и силы, если при этом независимо ни от чего все его потребности будут вредны. Долго ли он будет так пахать? и руками, и головой. Второе. А что такое потребность? Для кого суп жидкий, а для кого жемчуг мелкий? Крептый. Кому был в цепи откупить проблема, а для кого-то не проблема купить яхту, и он недоволен жизнью. Ему все мало. логики здесь никакой. И ради этого принципа, ради дороги к такому принципу, совершенно нелогичны. Что произошло? все общество было ограблено. Жизнь потеряли миллионы людей. Репрессированы были столько же. ради того, чтобы силой заставить людей жить в неком новом мире. Мы наш новый мир построим, кто был никем, подстанен всем. А старый мир до основания мы разрушили. Так переписнили. Вот разрушились мир до основания впервые в истории. и людей заставили жить по-новому ценой огромных жертв. И что получилось? Я вспоминаю, как я вернулся из Советской Армии, отслуживался положенные два года. Друзья одноклассники уже разберились, как-то я встречался со всеми по-одному. И потом поймал себя на мысли, что все в принципе о своей жизни рассказывают почти одно и то же. Как они работают, получая зарплату, как все. Все говорят одно и то же. Я зарабатываю как все. Но мне на работе почти ничего не надо делать. Разговариваю с другим товарищем, и он другими словами то же самое рассказывает. Но я совсем почти ничего не делаю. а зарплату у меня нормальная, как все. Встретим, ну прихожу утром на смену, включаю транспортер, смотрю, чтобы ничего не застряло, вечером выключаю. и у меня зарплата, как все. Кто сегодня так говорит? Так же работали и инженеры, и руководители. Я говорю «вропа» и примитивно. Но если какому-то директору в плане завода спустили сверху выпускать столько-то болтов, он их выпускает, получает премию, и его не волнует, будет ли к этим болтом гайки. И купит ли кто эти болты? На его благосостояние это не отразится. В чем преступление еще советской власти? Что она отграбила людей, то есть отобрала собственность, что-то вынуждено было оставить, придумали новую тему личную собственность, с которой нельзя было распоряжаться с целью извлечения прибыли, а только выживать себе и семье. Заставила всех работать на себя и обещала кормить народ. Все работали на государство, государство всех обеспечивало. В результате получилось, что в общий котел вкладывали столько, сколько государство сумело заставить, а раздавало столько, сколько наверху решили раздать. Все помнят, наверное, как на предприятиях каждый год повышались нормам и понижали расценки. То есть людей вынуждали работать, не заинтересовывая. Так была вся система. В результате получилось, что народ кормить стало нечем при всем богатстве нашего великого могучего Советского Союза. Нефть, золото, бриллианты, лес, земля, работящий народ и государствен в том, это стало народ хранить некому, нечем. Уничтожили систему лагерей ГУЛАГ, упала цена на нефть, не стало бесплатного труда, не стало дохода от нефта. Все, народ кормить нечем. Только благодаря тому, что была сломана естественная система свободного предпринимательства и собственности. Только на этой основе может быть развитие. Мы сегодня в этом убедились. Поэтому я в принципе не согласен с таким мнением, что и при советской власти было что-то хорошее. Другими словами, и при советской власти не все умерли. Кто-то жил, а кто-то жил даже неплохо. Было бы интересно, если бы умерли все. А то, что не все умерли, в том числе и от долга, это считается хорошим. это все хорошее было не благодаря советской власти, не благодаря великой цели построения коммунизма, а вопреки ей. Потому что Советский Союз это такой своеобразный в масштабах огромного государства консеркционный лагерь, где людей заставляли работать и делили похлебку. выражаясь приятно, очень. Поэтому эти воспоминания нам и мешают жить сегодня. Теперь мы вынуждены были снова этот мир разрушить до основания, а затем потому что это был антимир. Понимаете? Мы все осуждаем фашизм. Это вообще такая язва на теле человечества, которая не заживет долго и еще не заживает. Ну что такое фашизм, если разобраться в деталях? Тысячелетиями народы воевали друг с другом. Порабощали, грабили, убивали, противников. То же самое делала фашистская Германия. Порабощала, грабила ради повышения благосостояния собственного народа. ограбления отличие, что Гитлер под это подвел теорию человека ненавистнического. Не просто я убийца и грабитель, а мол, я имею какое-то право. В этом мире преступление отличается от преступлений наших общественных. А в принципе, ограбление всегда привозило повышение благосостояния собственного народа. Ограбление соседей. Ничего в этом нового нет. Просто масштабы другие. мы это, конечно, осуждали. А когда сопоставимое количество жертв было принесено ради придуманной философами теории, чтобы ее внедрить в жизнь, теория, которая нежеспособна, она противоречит природе человека. Как я начал с этого. Человек, не имея личного интереса, выкладываться не будет. Только имея личный интерес. Он проявляет свои способности с удовольствием, видя результат. Поэтому то, что там было хорошего, мы можем вспоминать с наскольки. Но перекладывать это на сегодняшний день, все это хорошее сегодня должно создаваться и создается совершенно по другим принципам. Вот в наших головах это тоже нужно разрушить до основания и начинать понимать, как это делается при так называемом капитализме. И под узкой безопасности, и медицина, и образование, но на других основах. И страховки, и пенсии, и прочее, точнее. Если мы вспоминаем то, мы просто вводим сумму в своих головах, у нас растет негатив в отношении существующего сейчас порядка вещей, и мы не можем найти свое место в этом обществе, многие из нас. ну что так называемый, как раньше, зрение оскал капитализма ударил по нам всем. Еще одно преступление советской власти из наших мозгов вывели вот эти так называемые капиталистические принципы жизни, условия, в которых надо выживать. Мы жили в одних условиях, когда за нас решала партия правительства сколько работать и сколько мы будем кушать. И в других условиях, когда человек снабжен свободен, хочет есть, а хочет нет. Извините за жесткость высказываний, но если вдуматься, в принципе, так, выйдя на свободу, вот я вспоминаю, что Арину Родионову, помните? Няня Пушкина. Ну откуда я могу помнить? Ну а я как сейчас помню. ей была предложена свобода. Она отказалась к концу жизни. Человек, птичка, вывешивая в клетки, не способна вырывать себе при питании, но на волю. Животных из зоопарка нельзя выпускать на волю. Они выгнут. и мы были выпущены на волю за 50 лет. В чем наше воля? За 50 лет лучше активная часть общества была уничтожена или сбежала. Родовые капиталы наследственные исчезли. Опыта предпринимательской деятельности жизни в свободном обществе нет. И мы должны начинать все сначала. И последствия этого чувствуем до сих пор. И самое плохое, что эти ностальгические вспоминания о светлых годах строительства коммунизма передаются по наследству из поколения в поколение. У нас уже третье поколение дети с ностальгией думают о том, что раньше было хорошо. Потому что родители и деды рассказывали, как хорошо было тогда все. Неплохо. Не все прошли через ГУЛАГ. Не все голдомор пережили. Уже многие не помнят. Но помните, как в конце 20-го века без войн, катаклизм, победения в огромной богатой стране кончились продукты. Это же ужас. Это не потому, что было правительство плохое, люди там сидели какие-то ненормальные, а потому что сама система, придуманная искусственно, оказалась нежизнеспособной. сейчас все становится постепенно на прежней рельсе, но нам мешает наше прежнее сознание. Мы должны именно с основания понять, что это капитализм. у меня большая надежда на тех людей, которые поработали за границей и возвращались сюда. Во-первых, они вернутся не бедными, во-вторых, с опытом жизняком. Хоть небольшими, хоть из низов они там рабочими, но они видели, как то общество живет, как оно структурировано, как оно устроено, с какими мыслями люди работают, на какие возможности открываются предыдущие. Так что у меня такое обезжало отношение к нашему прошлому. Хотя я сам три года ходя на судах латвийского морского пароходства торгового, видя жизнь за границей от Японии и Точили, Новой Зеландии и Англии, еще многие годы после этого верю, что у нас лучший в мире строй и что мы немножко поднапрегем, и у нас будет лучше, чем у них. Что значит воспитание. И его последствия отражаются на нас до сих пор. Вот я теперь глубокий антикоммунист, но я полжизни за собой чувствую, что какие-то последствия во мне остались. Я, может быть, даже с коммунизмом борюсь где-то подскудно, проявляя задатки того воспитания, того безжалостного к людям отношения и той идеологии, той недемократичности, жесткости, которая тогда существовала. так что извините, но никакой пощады. Вы правы насчет всего, что вы сказали, что нужно в будущем. Просто нужно со снов понимать, что это делается по-другому. Если вы как-то еще скажете что-то о мною здесь выданном, я потом может быть что-то еще и продолжу. Во-первых, последнее вот это никакой пощады, это конечно очень из того и слож здесь. А второе, я вам скажу честно, откровенно, то есть действительно получилось так, что до основания мы разрушим и затем то есть практически имеют того же самого, что было и до этого. Хотя в 70-х годах была модная теория конвенгенции экономическая, которая говорила о том, что у каждой системы есть свои плюсы и свои минусы. И вот эта теория конвенгенции экономического плане она как бы имела в виду, что недостатки и достоинства от той второй системы совместить в какую-то третью систему. Практически я так в определенном мере социал-демократия вот это северных сторон она в том же и даже Германия она практически она многое взрывает плановость экономики сейчас посмотрите везде то есть здесь это есть уже начатки того времени даже есть Контарович в свое время получил это академик получили одновременно с американским ученым насчет как правильно использовать сырье для достижения нормального экономического продукта поэтому здесь можно конечно это все ругать можно все остальное говорить но я еще хочу сказать что здесь мы путаем то что как говорится да это недостижимая мечта то есть то что здесь от каждого по потребности каждого по возможности по возможности каждому по потребности предполагает что потребности человек он сам будет их ограничить сам самостоятельно конечно это невозможно как показала человеческая природа несовершенно И второе, я с вами согласен, когда в свое время сказали, что коммунизм – это, конечно, вот это, да, то назвали, помните, колбасы и прочее. Оказалось, что колбасы, конечно, в капиталистическом уровне больше, и поэтому здесь, по буддизму, скорее всего, этот коммунизм находится там, где больше. Поэтому здесь очень трудно на эту тему говорить. Единственное, я хочу сказать, что вы говорили, что слом произошел в системе. Слом произошел в системе, но одновременно произошел и слом жизни, и очень многих жизней. Потому что, если вы знаете, то в 87-м году была самая большая рождаемость в Латвии. В 87-м году рождаемость на ребенка была 2,1. И у нас население было 2,7. Рождаемость превышала смертность. В 87-м году. В 91-м году мы пережили вот этот вот крест. И я смотрел эти данные. С 91-го года примерно одинаково у нас в Латвии, несмотря на снижение численности, где-то в районе 30-32 тысяч смертность и около 20 тысяч рождаемость. То есть только 10-12 тысяч животных. Ну, дефицит. То есть показатель того, что доселение не растет, показатель того, что дети не рождаются, показатель того, значит, есть. Как ни странно, люди, они там и размножают. Ну, как говорится, будем просто на население. Там, где они имеют какую-то стабильность, там, где они имеют какую-то перспективу, там, где они имеют возможность положительного настроя на жизнь. А то, что вы говорите, то есть я вообще считаю, что ни к чему это предпослушно как таковая, по большому счету. Потому что я помню это всегда в Советском Союзе, когда у него есть с 13-1913-го года, помните? И все остальное. То есть в какой-то момент надо признать, что это уже не переживки прошлого, а недостатки настоящего и с этим работать. Поэтому здесь это бессмысленная борьба с прошлым. Я еще раз говорю, прошлое оставьте прошлое. Когда вы, то есть это, ну, это мое личное дело, да, то есть оно было у меня, оно, имею какой-то опыт положительный, отрицательный, но вот здесь я не вижу, что бы можно было, за исключением одного, я еще раз говорю, ну, все люди, как бы, здесь имеют возможность в жизни и устроиться, и здесь, но мы должны иметь у себя в обществе минимальный набор возможностей для любого человека получить определенное, еще раз говорю, что он должен иметь какой-то доход при всем том, как бы мы это ни хотели, как говорится, игнорировать. Потому что здесь его стабильность внизу, как я и сказал, позволяет ему больше думать о своем личном успехе и больше, больше. Потому что я еще раз, зачастую на сегодняшний день, личный успех связанный с тем, как и живут окружающие тоже, понимаете, что делать. Достигать личного успеха за счет окружающего, за счет окружающего, нет личного своего, своим трудом, всем остальным, как это принято. Потому что здесь я еще раз говорю, вот говорят, прогрессивная наука, вводить, не вводить, такие споры, такие все. Но прогрессивная наука имеет, кроме всего прочего, социальную справедливость, но вот, кроме всего прочего, имеет возможность то, что делать планку. То есть, если ты после определенного получаешь больше, до 90% тебе не дают возможности уже зарабатывать, уходят, опять государство. Это не дает возможности здесь ставить зарплату, которую ты хочешь. В правлениях, в советах и везде, понимаете? То есть, выше нет смысла ставить, потому что все равно что заберут на волну. И вот смысл самого прогрессивного наука, отчасти и в этом. Потому что на сегодняшний день, при такой планке, то, конечно, члены правления, ну, мы говорим, то есть, иногда ты считаешь, какие зарплаты, ты просто понимаешь, ну, это просто все неадекватно. Вложено на труду, при своем уважении к этим людям. Действительно, руководство – это очень сложная и ответственная работа. Я не говорю, что руководители делают это, как говорится, легко. Это очень сложно. Но прогрессивная налога в этом – это не для того, чтобы, как говорится, богатые получали меньше. Это для того, чтобы не было соблазна внутри, как говорится, коллективов, уже зарабатывать больше, чем, как говорится, понимаете, да? То есть, это планка выше которой практически бессмысленно поднимать. Я вас понимаю. Да, поэтому здесь вот этот вопрос есть. И второе, вот этот дицитный, я в свое время разбирался, сколько там было. В советское время, при всем том, дицитные, там, конечно, не в зарплате были блага, а, говорят, тех экспо, которые получали руководство, да? Но не всегда было, в той же, я как-то писал на эту тему, налогообложение, то есть, там налогообложение было, оно было очень жесткое относительно наследственности. Это до 90% наследства, да? Оно было достаточно строго насчет того, сколько получал директор и сколько работал. Как правило, не больше 4-5, ну, разница должна быть, оклада. То есть, дицитный очень соблюдался. Я еще раз говорю, невозможно давать никаких рецептов, да? Но на сегодняшний день мы имеем огромную разницу дицитного коэффициента. Мы имеем огромную разницу между окладами, как говорится, руководств и все. Мы имеем практически, будем говорить, до сегодняшнего дня, при всем том, это, как говорится, нету на социальном, но от этого прогрессивного налога. И, кроме этого, мы имеем очень низкий уровень минимальных пенсий, заплат и всего остального, да? Я понимаю переходный период, и при переходе от накопительной, есть пенсионная, солидарная система, да? То есть, конечно, должно пойти время, пока накопительная начнет работать. Но это еще, и опять же, здесь накладывается другие, и сейчас, на сегодняшний момент, когда накопительная пенсия в своей основе была о том, что капитал начинает, рост капитала обгоняет инфляцию. На сегодняшний день рост капитала незначительный, потому что инфляция, слава богу, упала. Но, по большому счету, вся накопительная система пенсионной была настроена на то, чтобы рост капитала обгонял инфляцию. И поэтому тогда ты все время получаешь больше у тебя в пенсию, когда заканчивается компенсионный стаж. Если, как на сегодняшний день, рост капитала практически незначительный, ставки около нуля и одного процента, а даже при двух килопроцентах инфляции, в конце концов, только не так просто создаются. Это другая проблема, которая сейчас становится здесь. Поэтому вполне возможно, через какое-то время опять придется вернуться к солидарной какой-то системе. Но опять же, теперь мы имеем сколько у нас работников. Сложностей сегодня очень много. Очень много сложностей, которые надо спокойно относительно решать. И, возможно, что-то может пригодиться из того опыта. Это не опыта идеологического, а опыта экономического решения каких-то проблем. Так что здесь я еще раз говорю, мы немножко рассматриваем этот опыт предыдущей с точки зрения идеологии, а я его рассматриваю с точки зрения экономики. Это разность наших подходов. Я убираю все эти наросты, которые там были в свое время. Я прекрасно понимаю, как это все происходило, почему это происходило на позиции сегодняшнего дня. Не все воспринимаю, как это должно было быть. Но есть вещи, которые в принципе на сегодняшний день во многих странах переняты и практически неплохо работают. Неплохо работают до сих пор. Причем они переняты без идеологических основ, а чисто в гуманитарном плане. Потому что здесь гуманитарная составляющая взаимоотношений между людьми так же важна, как и все остальное. Без гуманного отношения к друг другу мы не можем построить свои деловства. Ведь задача же, мы знаем, что старики будут ухожены. Помните, как говорится, самое главное, тост хороший. Чтобы радовали дети и не грустили старики. Я считаю, это самый хороший тост, который всегда хочется поднять. Как бокал, как говорится. Вот когда у нас будет общество, чтобы радовали дети и не грустили старики, а вот достижение этого, как и опыт показал, скорее всего, он больше на капиталистическую систему, ну, в смысле взаимоотношений. Но и они должны все-таки тоже регулироваться. То есть, если мы не смогли построить коммунизм по человеческой сущности, но я не думаю, что вот этот дикий капитализм, который дает возможность всей нашей сущности появиться, тоже является окончательным. Спасибо. Вы подтвердили мою мысль отчасти. О том, что нам все-таки немножко мешает. Извинение прошло. Мешает. Мне сейчас перерыв надо сделать. Мне надо продлить машину. Хорошо. Я вынужден продлить машину. После колокольного перерыва вернемся. Запомним, на чем остановились. А ты думаешь, что иначе? Или пока, может, закончим на этом? Думаешь, еще что-то подходит? Ини gay девов��. Или что ты трёхер, 你 и индивератору дома. что мы с今日 of here met нам letztать.